Здравствуйте, друзья! Сегодня важный для меня ролик. Дело в том, что плитку, о которой я сегодня буду рассказывать. Она чрезвычайно важная, интересная именно в сложившейся ситуации с туристическим снаряжением. Да и вообще, наш канал рассказывает о бюджетной снаряге. И сегодня мы рассказываем о самой лучшей из бюджетных плиток для похода, газовых плиток для похода. Это FireMaple 118. Эта плитка в действительности очень похожа на те плитки, которые мы уже когда-то рассказывали. Да, это вот такая вот небольшая складная газовая плиточка, которая рассчитана на использование как в условиях кемпинга, так и в условиях походных. Она весит совсем немного, порядка 170 грамм и при этом она достаточно мощная. Но самое главное, у нас уже был рассказ о 118T. Вот у меня тут она есть. Это титановая плитка и она абсолютно внешне похожа, то есть та же конструкция, но она из титана. Во-первых, она значительно дороже, во-вторых, как можно заметить, у нее уже погнулась ножка, потому что этот материал достаточно мягкий. Вот этот вот сплав, он оказался... Ну, когда рюкзак закидываешь, можно там, прислониться куда-то, еще что-то надавить, и он погнется. Здесь же у нас сталь. Сталь получается грамм на 100 тяжелее, но она значительно более доступная по цене. И, кроме того, это единственная из этой всей серии плитка, которая имеет предпрогрев газа. Несколько слов об этом. Дело в том, что газ, когда температура даже не ниже нуля, а может быть там в районе нуля или чуть выше нуля, достаточно быстро замерзает, перестает испаряться, и вы не можете готовить на своей плитке. Это неприятная история, которую мы регулярно ловили в походах до того, как у нас появились подобные плитки. Кроме того, это может случиться даже при достаточно высокой температуре, например, там плюс 5, плюс 7, но когда газ работает долго подряд и он выстывает. Есть всякие народные методы, ссувать в миску с водой, там еще что-то такое. А есть вот такая штука, как предпрогрев газа. Что происходит? Вы переворачиваете плитку, и жидкий газ начинает поступать в плитку. Но если нет трубки предпрогрева газа, он проходит в горелку, начинает плеваться огнем, можно вообще достаточно капитально получить ожог. Это небезопасная история. А в случае с предпрогревом газа трубка сначала может немножко почихать, но потом трубка предпрогрева газа прогревается, и газ, проходя при перевернутом баллоне, жидкий газ, проходя в трубке, испаряется и поступает нормальным порядком в саму горелку, и происходит нормальная готовка пищи. Учитывая, что наши края достаточно северные, плитка с предпрогревом газа, это такой вот must-have. А плитка с предпрогревом газа, очень сложное словосочетание, ценой от 1200 рублей, это оговорюсь, что это такая как бы цена на вскидку, да, это та цена, за которую прошлым летом, этим летом на распродаже одна из учениц клуба купила себе вот эту плитку. Да, так это же вообще просто подарок. Тем больше, что это фирма Apple хорошая фирма. Итак, соответственно, мы сегодня с вами делаем тест этой плитки, она уже у нас в ходу почти полгода, мы ее уже активно использовали в, как вы видели, в экспедициях и походах, но я не замерял никаких показателей, вот, и говорим в конце о плюсах и минусах. Давайте начинаем наш тест. У нас традиционно, да, оговорюсь, что такая плитка вот этого FM 118 сразу рассчитана на резьбовой баллон. Резьбовые баллоны очень дорогие, очень дорогие сейчас и, да, они всегда были дорогие, и поэтому нам обязательно нужен переходник. И переходник нужен правильный, то есть с ножками. Особенностью этого баллона является то, что там такая кривая пипка внутри, ниппель, да, и нужно ставить под определенным правильным углом сам баллон. Вот здесь специально для этого прорезь сделана, и она есть на переходнике, в него можно установить баллон только с правильную сторону прорези. И сам баллон должен находиться под углом. Вы должны следить, если, например, у вас находится под другим углом баллон, то может пойти и жидкий газ. С этой плиткой это не будет аварийной ситуацией, но у вас увеличится расход, и плитка может в начале этого процесса чихать. Но мы сейчас все это, кстати, посмотрим. Сейчас просто обычное штатное использование. У нас есть отдельное видео, как выбрать эти переходники для любой плитки с резьбовым. И мы с вами что делаем? У нас есть чайник с одним литром воды, где-то плюс 17 температура, и традиционно вот этот вот чайник я использую во всех тестах. Он будет такой. Вы можете потом сравнить любые плитки у нас, они примерно по этому же правилу проводятся. Я взвешиваю изначально баллон и замеряю расход, а после этого ставлю его, готовлю, причем нужно оговорюсь, что сейчас я стал готовить на полном газу. Дело в том, что когда изначально я делал там две трети, ну, то есть такой экономичный режим, рабочий, получалась такая нехорошая история, что две трети на одной плитке, две трети на другой могут выглядеть по-разному. Поэтому я выкручиваю газ на полную, мы получаем максимальную скорость и расход, который может быть меньше, если вы будете использовать, например, примерно две трети от полного уровня, от полностью открытого вентиля. Это дает возможность нам просто получить более экономичный режим. В этой плитке нет пьезозажигалки, но это, в общем, я считаю, не плюс, не минус, потому что пьезозажигалка штука ненадежная и стараюсь обычно ее все равно дублировать спичками или зажигалкой. Вот, взвешиваем баллон и смотрим, замеряем, записываем, смотрим, что получится. Плитка сама сделана на достаточно длинном шланге, где можно его размещать таким образом, чтобы баллон, например, не закрывался ветрозащитой и не перегревался. Лайки – это хорошо, но подписка лучше. 4 минуты 40 секунд. Ну и нормальный показатель. Расход составил 10 граммов газа. Этот показатель весьма условный. Он неплохой. То есть, если учитывать, что здесь, по-моему, 230 граммов газа, то на вот этом одном баллоне можно вскипятить 23 литра воды. И это на самом неэкономичном режиме. Но при этом, естественно, этот результат будет отличаться от указанного при каком-то ветре или при использовании вот этого сжиженного газа, когда вы переворачиваете баллон, тогда расход тоже вырастет. Есть еще один традиционный у нас тест. Это ветровой тест в этой плитке. Я с удовольствием тоже его проведу сейчас. Он сделан, собственно, зачем? Чтобы посмотреть, как себя плитка ведет в условиях слабого ветра и сильного порыва ветра. Мне кажется, он весьма практически применим. Если вам вдруг не видно будет огня, я буду комментировать. Итак, плитка открыта на полный огонь. Я сначала даю ей слабый ветер. Сильный порыв. Все задулось. И на слабом огне сейчас еще раз. Слегка дуем. Слегка дуем. Чуть сильнее. Задулось. Друзья, давайте посмотрим, как работает предпрогрев газа. Я плавно переворачиваю баллон. Вот должен сейчас пойти жидкий газ. Ну, интенсивность пламени увеличилась, однако ничего не происходит. Никаких хлопков, никаких выходов пламени. То есть, по сути, работа плитки продолжается в штатном режиме. Еще одна интересная история. Если вы закрыли эту плитку, выключили, но при этом пользовались перевернутым баллоном, то газ внутри, находящийся в шланге, должен еще догореть. Не удивляйтесь, если она будет гореть после того, как она выключена. Друзья, плитка FM 118 Fire Maple представляется мне сейчас одним из самых вообще очевидных и прикольных выборов для туриста. Не только начинающего. Да опытный турист прекрасно справится с этой плиткой и будет доволен. Она более безопасная, она лучше работает при прохладной и холодной погоде. Она может работать через переходник с дешевыми баллонами. Почти идеал. Но есть, да, еще как бы дешевая и не тяжелая. Но есть один минус, как и у всех любых изделий, наверное, и в любых товарах, всегда можно найти какие-то недостатки. Здесь, в данном случае, на мой взгляд, недостаток главный, это полное отсутствие ветрозащиты. То есть, либо вам нужно какие-то условия находить без ветра. Например, там в ямке какой-то. Либо вот ставить так пендели, да, с которыми ходим. Либо покупать специальную ветрозащиту. Вот у нас есть такой образец. Есть легче, дороже. Есть эта недорогая. Она ставится вокруг и тогда у вас получается кастрюлька внутри. И в ветреных местах мы эту ветрозащиту на берегах моря обязательно используем. А в густом лесу, может быть, можно обойтись и какими-нибудь пенделями, если вдруг действительно дует. Я благодарю участницу клуба, которая дала эту плитку на тест. Рад, что плитка на глазах у нас здесь функционирует. Во множестве уже походов была. Никаких нареканий не вызывает. Все плюсы и минусы я постарался осветить. Если вам такая плитка конкретно не подходит, у нас есть целый плейлист про разные газовые плитки. И можно изучить. Всем хороших походов. До встречи в поле.